11 муниципалитетов и почти 500 тысяч человек. Это население Заполярья края в цифрах. По поручению губернатора целый год команда экспертов института регионального консалтинга и СФУ вместе с правительством края и депутатским корпусом работали над стратегией развития Севера и Арктики. Диксон и Гаркатура, чтобы проект был максимально эффективен, жизнь местных изучали изнутри. Один из приоритетов это вопросы продовольственной энергетической безопасности поселений Арктики Севера. То есть завоз хорошо, но нужно думать о потенциале замещения завоза кузбасского угля за тысячи километров идущего местным котельным топливом. Глобальная цифровизация, развитие туризма, возрождение полярной авиации и обязательно сохранение традиций коренных народов Севера. Стратегии развития Арктики внимание уделили всем направлениям. Финальную концепцию приняли на совместном заседании Полярной комиссии края. Реализовывать ее будут через три ключевых проекта «Человек достоинства», «Поселение доступности» и «Территория устойчивость». Во-первых, мы должны в рамках стратегии поддерживать всегда контакт с федеральным центром и самим не бояться формулировать федеральные инициативы, потому что сейчас северная тематика стала национальным приоритетом, там появляется серьезная федеральная рамка. Второе, эта стратегия должна предусматривать дела и мероприятия, ориентированные на людей, на конкретных живых людей, которые там живут и работают. Особое внимание стратегии уделили и научно-исследовательской деятельности. Планируется, что на базе СФУ будет создан Институт Севера и Края. Эту идею уже поддержали в Совете Федерации и Министерстве образования России, а сам проект может стать базой для реализации других федеральных задач. Имея на руках вот такой качественный документ, по которому практически все позиции расписаны от взаимоотношений с бизнесом, поддержка коренных малочисленных, транспортной инфраструктуры, экологии и так далее, для нас очень важна, потому что в рамках принимаемых федеральных нормативных актов, законов, мы будем, конечно, основываться на стратегии, которая принята в Красноярском крае. Стратегия рассчитана на ближайшие 10 лет. Реализовывать ее начнут сразу же после того, как документ утвердит правительство края. Анастасия Тили, Денис Тимошенко, Ениси Новости. Анастасия Тимошенко, Ениси Новости.